всем привет дорогие друзья напишите пожалуйста как меня видно как слышно вот это вот собственно самый свежий ролик кто не видит не видел пожалуйста передавайте всем и каждому потому что действительно у нас просто очень стремительно развивается событие и это говорит о том что проект skyway уже интересен не просто по развитию трассы между двумя кампусами университета flinders но непосредственно уже я не удивлюсь что добьемся успеха при применении места расширения трамвайной линии и вот эта вот визуализация которая на территории австралии в сми уже просто действительно воспринимается как должное это супер дорогие друзья я могу сказать что парадокс заключается в том что австралийцам как раз таки инвестировать в технологию skyway нельзя так как у них особое законодательство и это парадокс но австралийский континент будет первым кто после республики беларусь соответственно начнет принимать технологию skyway начнет развивать технологию skyway я могу сказать что развитие планируется уже до конца этого года начать строительство то есть сейчас уже в ближайшие недели планируется геодезические исследования как вот это делалось в начале развития к технопарка и это абсолютно планомерные действия мероприятные мероприятия которые абсолютно понятны и которые необходимо выполнить для реализации действительно успешного и эффективного проекта и для тех кто перешел с вводного вебинара для тех кто слушал в первый раз информацию на вводном вебинаре пожалуйста ответьте я думаю что на этот опросник очень просто ответить и опросник предназначается именно для людей которые новички в проекте skyway то только осматривается смотрит и думает вообще какое решение принимать и насколько действительно перспективный этот проект то есть в чем-то сомневаются рассуждают и я могу признаться дорогие друзья что на самом деле я анализировал проект неделю с лишним и это были беспробудные ночи когда я перепроверял на основе своих инженерных знаний что действительно ли то что 100 ответов на 100 вопросах изложено является ли правдой и самое интересное что да действительно как бы никаких вопросов у меня не возникло и когда уже в живую познакомился с анатолио эдуардовичем юницким это была первая конференция для крупных инвесторов для самых активных членов real skyway systems еще на тот момент и юридическая финансовая схема немножко другие были но у меня вообще все сомнения отпали в успехе этого проекта потому что на самом деле с человеком подобного масштаба мышления я не общался в жизни ну вообще никогда и собственно на сегодняшний момент мы уже дорогие друзья приближаемся к тому что мы являемся спонсорами причем опять же как это уже привычно для проекта skyway и привычно для активистов кто развивает skyway без каких-либо таких вот обдираловок и условий невыгодных нам но вы можете посмотреть на сайте бум фест это один из молодежных фестивалей мы будем принимать не просто участие являемся партнерами этого фестиваля и это как раз таки вот в том числе с поддержки с подачи кирилла шимко нашего общего друга коллеги партнера и я искренне хочу поближе познакомиться с кириллом потому что действительно человек неимоверной души и поверив skyway кирилл начинает развивать проект очень масштабно не в плане даже построения структуры и так далее в плане помощи в плане популяризации технологии и каждый из нас с вами дорогие друзья на самом деле делает все что может сегодня когда я сбросил вот этот ролик действительно меня он самого взбудоражил очень приятно и очень так прилично то что не просто локальные первые адресные проекты на минимальную протяженность осуществляется университете флиндерс а уже задумывается и о месторождениях и о применениях даже в городском пассажирском транспорте вместо соответственно расширения и модернизации трамвайные трамвайных путей и вот пожалуйста дорогие друзья посмотрите перейдите по ссылке убедитесь именно вот касается тех людей кто только присоединяется к нам что да действительно на бум фест никакой это не фотошоп не монтаж и так далее то есть всегда нас обвиняют часто что мы на самом деле у нас технологии то никакой нет и попоры у нас смонтированы это видеомонтаж это фотомонтаж ну дорогие друзья слышащий да услышит видящий да увидит все желающие могут на самом деле посетить экотехнопарк и скоро у нас ожидается очень серьезные делегации из чешских представителей это вот структура нашей Сергея Анатольевича и там приезжают уже с конкретными намерениями иностранцы с дальнейшими инвестициями но для них очень важно убедиться потому что даже общаясь со мной на лидерском сборе на Кипре даже общаясь с Виктором Бабуриным в Братиславе где также мы были Сергеем Анатольевичем даже понимая что министр транспорта который также находится в Братиславе с которым мы провели переговоры заинтересовался развитием технологии Skyway многим этого недостаточно дорогие друзья и соответственно они желают приехать увидеть в живую не для всех естественно тот кто сомневается инвестировать или нет вообще допустим 50 долларов естественно будет несколько другое отношение но когда люди приезжают уже с возможными инвестициями более 500 тысяч долларов всего лишь от 6 человек и я не удивлюсь если и больше это не проинвестирует это уже заслуживает внимания и заслуживает вхождение в расписание Виктора Бабурина Анатолия Эдуардовича Юницкого и заслуживает посещение Экотехнопарка в виде конкретной отдельной презентации дорогие друзья и этот процесс это рабочий процесс который в инвестпроводящих системах у нас движется фактически каждый день и многие сейчас выходят и по адресным проектам и я хотел бы привести в пример вот вы видели ролик замечательного парня моего хорошего знакомого по интернет проектам в прошлом и знаете тот кто развивал интернет проекты на самом деле дорогие друзья ему самое время прийти в проект Skyway и начать его развивать потому что нет проекта просто более масштабного и более реального сейчас что говорю без настроения нет дорогие друзья я просто изменил чуть-чуть интонацию потому что на вводном вебинаре я говорил так вот как бы быстро и так далее здесь я говорю более так вот в размере настроение у меня отличное дорогие друзья можете поверить на слово и приведу пример но очень приятно что чувствуете замечаете вот настрой спикеров меня и Сергея Анатольевича настроение у нас не может вообще никак испортиться потому что все идет все развивается и даже несмотря на то что мы чуть-чуть запаздываем и есть на то причины с монтажом путевой структуры то есть сварка в Беларуси тоже должна подтягиваться конечно по качеству и так далее но все будет дорогие друзья и я могу сказать что монтаж путевой структуры еще больше вызовет энтузиазм и ажиотаж среди людей кто только наблюдает за проектом Skyway и я хотел бы вернуться дорогие друзья к примеру конкретному вот перейдите по ссылке и прочитайте интервью от Алексея Васильева Алексей начал развивать проект чуть больше года назад если не ошибаюсь и вот по присутствию непосредственно в Минске по присутствию на экотехнопарке он выдвинул для себя конкретное решение поехать развивать Кыргызстан и на самом деле инициатива это может быть у любого человека дорогие друзья и я могу сказать что любой может стать каждым в проекте Skyway я могу сказать это по примеру многих людей с которыми я только начинал развивать проект Skyway и так случилось что в RSV эти люди находились подо мной в моей структуре потому что в числе первых 50 людей и я могу сказать намного в тысячи раз сложнее было бы было развивать проект в 2014 году чем в 2016 потому что при тех железобетонных аргументах которые мы имеем дорогие друзья это действительно небо и земля я обязательно сброшу ту ссылку которую я регулярно обновляю то есть если долго не обновляю то обязательно в ближайшее время я это сделаю и крайнее обновление 22 июля пользуйтесь этим инструментом то есть это самое главное доказательство дорогие друзья это скомпонованная презентация по этапам строительства то есть непосредственно заключение договора и уже по крайние текущие дни в данном случае по 22 июля я думаю что очень скоро будет обновление уже с монтажом и установкой путевой структуры и это знаете как уже без нескольких месяцев фактически демонстрация и время летит очень быстро много информации к сожалению ни я ни Сергей Анатольевич не можем вам рассказывать и мы также вот устно так скажем подписали соглашение неразглашение конфиденциальной информации но я хотел бы вам сказать те вещи которые мы раньше не говорили но несмотря на то что вот увидели новости что дубайский бизнес инкубатор инновационный также выдвинули конкурсы где за два дня они попытаются сделать нечто подобное hyperloop за два дня вдумайтесь дорогие друзья но собственно это нереально абсолютно и это опять же говорит что крупные державы так скажем финансовые которые сейчас держатся на нефти задумываются о продвижении транспорта второго уровня и вся концепция транспорта второго уровня она витает буквально в мировом таком солярисе и сейчас ощутимо но многим уже сейчас не под силу дорогие друзья нас догнать потому что на самом деле мы опережаем намного шагов вперед как я сказал на вводном технико-экономическом вебинаре и если hyperloop к примеру замахивается на скорости тысячи километров в час то в 2001 году был заложен нулевой километр соответственно поехал ЗИЛ и взобрался на достаточно хрупкую казалось бы конструкцию путевой структуры струнных технологий по изобретениям Анатолия Эдуардовича Юницкого ничего не рухнуло и в доказательство этому стоял сам генеральный директор генеральный конструктор ныне Анатолий Эдуардович Юницкий и скажу честно я тогда просто не знал о существовании проекта и собственно так как не смотрю телевизор сейчас вот жалею что не смотрел телевизор потому что тогда мог зацепиться проектом skyway и возможно некоторые ошибки которые я делал в интернет бизнесе и в некоторые проекты которые я вступал куда соответственно многие из лидеров вели людей ну я всегда говорил все риски все подводные камни возможно я бы избежал этого и занялся бы уже действительно делом всей жизни уже тысяч людей дорогие друзья те кто развивает проект skyway те кто собственно каждый день в буквальном смысле рассказывает о проекте skyway новым потенциальным участником и никто не знает дорогие друзья кто будет среди новых потенциальных участников когда-то уже собственно можно сказать давно потому что год skyway считается действительно за 10 лет в начале непосредственно наши партнеры вышли на рода хука и очень много на меня выходило людей с просьбами пообщаться с потенциальными крупными инвесторами и очень много мошенников было которые у которых вся история заканчивалась на каких-то комиссиях на каких-то страховках то есть это является их бизнесом и кто бы знал что род хук этот замечательный харизматичный человек которого я видел еще в клетчатой рубашке по скайпу будет являться министром транспортного департамента южной австралии развития инфраструктуры южной австралии и более того сейчас действительно будет мощно помогать развивать проект skyway по всему миру и базируясь именно в виде начала на австралийском пространстве я могу сказать что сейчас мы получили действительно очень серьезного сподвижника и я вот чуть-чуть попозже вам обязательно сброшу ту ту информацию по предстоящей конференции в берлине 24 марта будет проходить конференция skyway капитал с участием Виктора Бабурина с участием Анатолия Эдуарда Чуницкого естественно Анатолий Эдуард Чуницкий там даст буквально краткий экскурс и то что произошло за время участия на берлинской транспортной выставке и также под в виде подтверждения сейчас ожидается это участие Рода Хука и я искренне желаю познакомиться с этим действительно серьезным инфраструктурщиком и прозвище у Рода Хука мистер инфраструктура среди австралийской бизнес элиты и собственно сейчас этот человек действительно развивает адресные проекты по Австралии и благодаря тому что он проявил интерес с была основана управляющей компанией можете найти сайт обязательно когда будут идти уже ролики по окончанию вебинара сброшу информацию и сайт можно будет посмотреть по австралийской управляющей компании все это находится в открытом доступе и сейчас вы видите как в СМИ действительно говорят и в буквальном смысле трубят о проекте Skyway я не удивлюсь если транспортный департамент и управление Южной Австралии примет стратегию развития городского пассажирского транспорта именно в виде Skyway и вот дорогие друзья я начал говорить о скоростях 1000-1200 км в час о том что происходило в 2001 году то что началось в 2013 году мы все с вами прекрасно понимаем это народное финансирование это наше счастье и наш успех дорогие друзья потому что мы на сегодняшний день инвестируя в технологию становимся совладельцами ну на мой взгляд одной из самых крупнейших корпораций ближайших десятилетий и скапитализируется наши ныне обязательства и в будущем серьезные активы в достаточной степени и я могу привести в доказательство своих слов дорогие друзья очень простой пример аналитику и статистику как и Виктор Бабурин я также полюбил McKinsey и посмотрите какой экономический эффект у нас ожидается от внедрения интернет вещей к 25 году просто вдумайтесь в цифры если капитализацию Apple имеет 950 миллиардов ну фактически к триллиону приближается капитализация то от 14 до 33 триллионов ожидается эффект экономический от интернет вещей что такое интернет вещей сегодня все наши смартфоны и в том числе иногда и бытовые приборы соединяются между собой в такую виртуальную сеть общаются передают информацию сейчас очень большое значение уделяется большим объемом передачи информации и задумываются каким образом большие объемы хранить и на самом деле дорогие друзья если интернет вещей имеет такой экономический потенциал то сеть Transnet я не знаю как будет называться термин подобный интернету вещей но в виде уже применения технологии Skyway в виде самой сети Transnet но капитализация будет еще более серьезная потому что с каждым технологическим укладом капитализация растет дорогие друзья и собственно вот сегодня у нас есть с вами шанс в этой капитализации поучаствовать и я действительно рад этому дорогие друзья потому что были шансы которые я упускал в своей жизни эпоха рассвета биткоинов и я занимался как раз таки интернет проектами сетевым маркетингом и так далее но с другой стороны это сформировало определенные ряд умений навыков построения сети и собственно когда я начинал все это развивать в Skyway в 2014 году я настолько был увлечен да и сейчас увлечен просто время на построение сети становится немножко меньше мягко говоря чем в 2014 году но я рассказывал всем и каждому проводил множество скайп переговоров очень сложно было общаться потому что не было ничего не было ни научно-производственного конструкторского предприятия только вот в августе 2015 года оно было сформировано и собственно собственно 2014 года даже и собственно единственным первым сотрудником являлся Анатолий Эдуардович Ницкий я помню конкурс еще проводился и очень солидный пакет обязательств предлагался тому кто действительно найдет инженеров конструкторов многие не верили что научно-производственное конструкторское предприятие будет собрано и сейчас уже более 10 кб работает функционирует действительно это слаженный механизм который обеспечивает развитие нашего проекта дорогие друзья самое главное строительство самое главное реализацию технологии в железе потому что говорить презентовать делать в виде визуализации можно было много чего дорогие друзья но это бы не имело никакого смысла и никаких ролок хуках нам и мечтать не пришлось бы если бы мы не доказывали все что мы декларируем делом и на сегодняшний день дорогие друзья уже из стадии если это может быть наш проект переходит из стадии декларации даже в стадию демонстрации мы очень близки к этому и более того Анатолий Эдуардович Юницкий дорогие друзья задумывается также о формировании пятого поколения пятого поколения струнной технологии которая сможет перемещаться со скоростями тысяча тысяча двести километров в час это будет абсолютно достижимо и это как раз таки займет ту нишу которую сейчас старается занять Hyperloop все зависит от финансирования но что-то мне подсказывает не буду говорить слово паразиты дорогие друзья что после демонстрации я могу сказать очень сильно поменяется интерес к нашему проекту он уже достаточно мощный масштабный но я и не могу предположить что будет Виктор Бабурин говорит что та или иная страна сейчас проявляет интерес и все поездки Виктора в Танзанию я могу сказать что они увенчались успехом и на сегодняшний день с дар салама пришел конкретный интерес сейчас прорабатывается ряд проектов и это как раз таки заслуга нас с вами я не устану это повторять непосредственно на каждом вебинаре потому что это действительно заслуга народного краудинвестинга и это заслуга в первую очередь Анатолия Эдуардовича Юницкого что не рискнул использовать крайний шанс возможности развития строительства технологий Skyway и реализовать свою мечту действительно в жизнь потому что то что сейчас происходит за все 38 лет развития ну собственно сейчас достигаются максимальные результаты если в 2009 году была пробирована и испытывана струнная технология в виде путевой структуры то сейчас соответственно мы имеем право говорить что наша технология будет завоевывать рынок так как будет продемонстрирована не отдельно путевая структура а уже подвижной состав и вместе путевая структура да в начале это будет скорости до 150 км в час но 500-600 км в час мы уже будем декларировать после демонстрации городского пассажирского транспорта и легкого прогулочного транспорта и создавать уже опять же в железе опять строить в 2017 году как это и есть и по планам и на самом деле я могу сказать что на сегодняшний день проект развивается по планам у нас 15 этапов мы на сегодняшний день находимся на седьмом этапе вдумайтесь то что уже пройдена почти половина пути и многие не могут не успеть на этот не уходящий поезд но стремительно набирающий скорость обороты и собственно мы не знаю на каком типе движителя едем но очень быстро если говорить по типах движителя то на сегодняшний день вот немножко футурологии и мы с Сергеем Анатольевичем являемся практикующими футурологами основали даже ассоциацию международная ассоциация практикующей футурологии которую будем развивать и собственно в будущем я думаю что сделаем специальные ресурсы где будем собирать статьи и говорить именно основываясь на технологии skyway почему та или иная технология имеет право на существование будет ли она прибыльно интересно рынку либо нет но одно я могу сказать что технология skyway точно будет интересной через десять лет не будет такого человека который не будет использовать технологии skyway своей повседневной жизни это будет привычный образ жизни для каждого так же как подкрывая глаза многие из нас с вами сегодня проверяет почту так же как уходя спать я выключаю оптическую мышку чтоб не садилась не садилась электроэнергия если говорить про электроэнергию дорогие друзья это очень ценный ресурс и я могу сказать что уже строятся прогнозы что через сорок через двадцать лет то есть сороковом году уже будет значительный дефицит электроэнергии и сейчас я обязательно сброшу эту ссылку если будет под рукой и найду но это заставляется заставляет задуматься не только о равномерном использовании нефти углеводородов и так далее но и о равномерном использовании электроэнергии и я приведу вам простой пример по потенциалу юнибайков все вы прекрасно знаете что юнибайки у нас также будут вырабатывать электроэнергию то есть тот кто желает сможет крутить педали и запитывать аккумуляторы и на сегодняшний день началась гонка серьезная гонка как когда-то гонка вооружений между США и СССР сегодня между современными корпорациями начинается гонка как улучшение технологии аккумуляторов потому что аккумуляторы будут использовать на самом деле все и электромобили робомобили которыми занимается сейчас маск которыми занимается google apple и собственно microsoft также позиционирует разработки искусственного интеллекта в который инвестируется десятки миллиардов долларов но дорогие друзья это все немножко вне той логики в которой мы развиваемся на наш взгляд нет необходимости наращивать программное обеспечение и соответственно формировать концепцию перемещения доформировать и продолжать вот этот путь действительно в никуда на первом уровне на традиционных дорогах по традиционных колдобоин выбоинам что касается российской федерации кстати вот я приводил пример на дневном вебинаре инженер изобретатель тоже вот молодой талантливый с российской федерации с томска придумал изобретение специального робота паука который будет заделывать ямы то есть ямовый ремонтник можно сказать и представил эту технологию также для дорожных строителей и так далее некоторые компании уже даже заинтересовались если говорить про рынок аккумуляторов то мы вот с Виктором Бабурином общались и предположили сделали такой вот прогноз Сергей Анатольевич очень хорошо нас обучил основываясь на конкретных данных это делать то что даже Илон Маск задумывается о производстве более миллионов автомобилей Тесла нового поколения сейчас задумывается о производствах автоматизированных беспилотных в том числе и грузовиков и пикапов и так далее и что только не планируется беспилотные но это опять же будет находиться на первом уровне и соответственно это формирует необходимость использования новых месторождений необходимость освоения на сегодняшний день не осваиваемых месторождений ну я посмотрел бы как в будущем человечество без использования транспорта второго уровня смогло бы решить эту проблему но наши с вами радость и счастье что на сегодняшний день мы уже находимся фактически на преддемонстрации я не побоюсь этого слова на предкапитализации и я не имею права говорить точно но я могу предположить что 2017 в конце 2018 году уже начнут запускаться адресные проекты и начнет приходить финансирование авансовых платежей и так далее на серьезные крупные адресные проекты потому что технология будет уже продемонстрирована и ни о каком высказывании как а если это может быть и не может быть речи уже в том самом ближайшем будущем которым мы стремительно стремимся и на самом деле вот я вам приведу аналитику от нашего гуру от нашего действительно Леонардо да Винчи сегодняшней эпохи Анатолия Эдуардовича Юницкого я был поражен я был обрадован потому что статья действительно что к 2040 году мы сможем испытывать избыток недостаток электроэнергии и собственно могут возникнуть огромные проблемы при использовании на сегодняшний день по неправильному назначению электроэнергии это именно запитыванию беспилотных автомобилей на первом уровне и на первом уровне естественно затрачиваться электроэнергии будет намного больше кто не в курсе и не верит посмотрите исследования сравнения и там Анатолий Эдуардович Юницкий сравнивал Тесла седан с не даже юнибайком хотя с юнибайком было более конкретное сравнение так как все таки седан это 4 места юнибайк это от одного до трех пассажиров и соответственно есть еще тревел байки и так далее тревел кары и сравнивалось это все с юнибусом то есть городской пассажирский пассажирский транспорт наш транспорт оказался более эффективный по энергопотреблению по потреблению электроэнергии и вдумайтесь цифру запомните запишите ее потому что это действительно будет являться серьезным аргументом при ваших переговорах что 1 миллиард юнибайков сможет восполнить и выработать столько же электроэнергии сколько 45 чернобыльских аэс 45 атомных электростанций это фактически больше потенциала на сегодняшний день вырабатываемых вырабатываемой электроэнергии всей атомной энергетики на всей планете и это как раз таки говорит о том что мы имеем право опровергнуть этот прогноз что в 2040 году уже будет у нас недостаток электроэнергии и я могу сказать что это было бы страшно потому что сегодняшний день у меня начался достаточно необычно я проверил почту и так далее и подключился свет а сегодня у меня вебинар и либо мне идти в какое-то кафе подключаться к вайфаю и собственно каким образом мне банально разогреть себе еду каким образом мне пользоваться вайфаем который у меня находится то есть фактически жизнь заканчивается без присутствия электричества а если электричество будет недостаток и на сегодняшний момент мы должны с вами задумываться абсолютно так же как задумывались слава богу что задумывались в прошлом году заключив конвенцию он об изменении климата по проблеме глобального потепления это парижская конвенция очень серьезное соглашение между всеми странами мира более семидесяти стран присутствовали на данные на данном съезде он и была заключена эта конвенция кстати вот такое такое примечание более семидесяти девяти стран участвует в развитии проекта skyway даже в конго я не знаю зимбабве есть у нас инвесторы или нет но в конго точно знают что есть на самом деле у нас один два инвестора естественно там не бурно развивается сеть но потенциал к росту есть и так же когда как развивалось допустим микрокредитование сейчас вот сетевое построение корпорации skyway в буквальном смысле развивается по всей планете ну и хотелось бы немножко на футурологии остановиться всем вам интересно я думаю каким образом вообще вот займет свое место в нашей жизни юнибайк и это действительно будет одной из основ сети транснет одной из основ вообще вот всей транспортной индустрии второго уровня потому что в будущем уже за нами будут в большей степени повторять и более того вот это пятое поколение которое декларирует Анатолий Эдуардович и просит передавать всем на вебинарах вы также своим партнерам передавайте что уже Анатолий Эдуардович проектирует и рисует чертежи скоростей если не сверхскоростей которые 500-600 км в час то уже гиперскоростей 1000-1200 км в час это будет единая система которую будет очень-очень сложно повторить как сегодня фактически невозможно повторить операционную систему компании Apple iOS как бы ни старался Android к сожалению либо к счастью невозможно ее повторить ну и собственно операционная система Apple также абсолютно устойчива к вирусам и так далее если китайцы на сегодняшний день очень любят передирать концепты автомобилей и так далее то передрать концепт небесного транспорта небесные дороги будет очень-очень сложный и получится неэффективный транспорт и если в прошлом была странная и звучала странно фраза я думаю что все когда-то произносили эту фразу или слышали от своих коллег друзей когда вы отправляетесь в путешествие я допустим когда работал в офисе и отправлялся в очередной отпуск даже когда отправлялся на территории России всегда слышал такую фразу так хочется с тобой поехать ну возьми меня свой чемодан и в буквальном смысле вы сможете взять свой чемодан вот Unibike это будет вашим мобиль транспорт аккаунт мобиль транспорт спейс мобиль персонал спейс то есть мобильное персональное пространство мобильный транспортный аккаунт почему транспортный аккаунт и кто-то сравнивал на прошлых вебинарах что это как аккаунт допустим в аэрофлоте начисляются бонусы и это в том числе дорогие друзья но самое главное что логика внутри сети транснет которая будет развиваться еще более быстрыми темпами чем сеть интернет вы сможете войти залогиниться так скажем свой транспортный аккаунт либо вообще вызвать свой мобильный транспортный аккаунт он к вам подъедет в то время когда вы желаете чтобы он к вам подъехал и без всяких пробок без всяких проблем вы с концепцией мгновенного перемещения переместитесь и успеете навстречу успеете на дни рождения и собственно никаких таких вот отговорок как извините я был в пробках я застрял в пробках не будет и вы сможете взять один три человека если говорить вот про подобный концепт перемещения который вы видите на слайде и в буквальном смысле в свой чемодан свое личное пространство взять с собой друзей и переместиться с ними в ту страну в тот город в который вы желаете в буквальном смысле в тапочках будет возможность перемещаться либо вообще босиком и даже пол в наших юнибусах юнибайках будет инновационный каким он будет я не знаю но остается догадываться только одно я могу сказать что будет он абсолютно выверенным рассчитанным эргономичным самое главное необходимым пользователю потребителю сети и собственно вы будете с комфортом заходить в свой мобильный транспортный аккаунт и пользоваться сетью транснет и собственно если говорить про потенциал развития сети транснет и про потенциал вообще вот насколько бурно развивается пятый технологический уклад и так же хотелось бы чтобы вы наложили уже на шестой технологический уклад который мы с вами сейчас и начинаем развивать и закладываем основу базис по оценкам Cisco 2020 году к интернету будет подключено 50 миллиардов устройств это уже превышает собственно количество людей значительно превышает которые используют эти устройства и будет использовать 44 триллиона гигабайта данных суть сети транснет заключается также в том чтобы она замкнулась потому что когда замкнется сеть транснет возможно появятся даже новые физические свойства внутри этой сети и собственно у нас очень много еще неизведанных законов и самое главное что это позволит развитию уже седьмого технологического уклада непосредственно уже выводу промышленности в открытый космос это лично я признаюсь одна из моих целей помочь Анатолию Эдуардовичу Ницкому максимально через сетевое построение либо через привлечение средних крупных и крупнейших инвестиций в реализации столь масштабного глобального проекта если кого-то интересует когда это может быть реализовано при текущих этапах при текущем развитии я могу сказать что через 20 лет это может быть реализовано при текущих темпах то есть при достаточно стабильном финансировании естественно нам нужно ускоряться и так далее потому что нас ожидает высокоскоростной транспорт это более затратная технология но дорогие друзья если по анализу того что происходит я вижу вначале присоединялись русскоговорящие в основном и с других стран соответственно присоединялись в основном русские те кто проживает в США те кто проживает в Чехии Словакии в других странах в Европе естественно в Эстонии очень мощные команды и сейчас уже мы передаем эстафету палочку в нашем марафоне в нашем марафоне во имя спасения нашей планеты потому что слоган он действительно правдив и действительно австралийцы удивились очень серьезно что мы не просто реализуем концепцию прорывной транспортной индустрии технологии но также и закладываем так скажем вот приведу сравнение возможно такое грубое сравнение но многие не убирают за собаками зимой и соответственно весной мы видим что это все всплывает но уже в виде экологических проблем то что делало человечество то вредное производство слава богу что научились перерабатывать нефть и не сливается нефть в виде непереработанных отходов в реки озера как было на англосаксонском пространстве как было во времена Рокфеллера сейчас мы немножко уже повыше по уровню развития ставили но все же мы находимся сейчас в своей пещере под названием планета земля и мы являемся не намного лучше первобытных поселенцев которые разводили костер в пещерах и вы видели это в роликах на самом деле я вот смысл этого этого ролика не до конца понимал но с анализом технологии которая будет способствовать выносу промышленности в открытый космос я понял осознал что как раз таки с помощью вот общепланетного транспортного средства мы сможем из первобытной цивилизации да с техническим прогрессом и так далее предотвратить те коллапсы которые могут возникнуть и убрать действительно за собой те отходы которые мы сейчас несем в виде вредного производства и пожалуйста вот сравнение которое я привел даже к недостатку и к дефициту электроэнергии мы имеем отношение и мы можем этого избежать именно перейдя на струнный транспорт именно перейдя на транспорт второго уровня поэтому дорогие друзья действительно многие люди по всему миру сейчас присоединяются у русских переняли эстафету европейцы словаки эстонцы скандинавы также мощно развивается по РСВ и независимо от того даже в какой инвест проводящей системе вы находитесь ну естественно я буду говорить за Skyway Capital за корневую компанию РСВ все же мы выполняем одну совершенно миссию дорогие друзья и эта миссия действительно великая это защита и обеспечение как нас самих любимых безбедной так скажем жизнью так и будущих поколений так и обеспечение нашей планеты без безболезненной жизни и собственно замазыванию и лечению тех ран которые уже нанесены это действительно возможно с помощью применения струнного транспорта и мы Сергею Анатольевичем шутим также вот возможно будет интересным в будущем сравнение и такая гонка современного спорткара самого быстрого самого резого самого стойкого с юнибайком нашим юрким мускулистым физически выносливым транспортным средством второго уровня что-то мне подсказывает что собственно если не юнибайк то высокоскоростной транспорт точно выиграет эту битву эту гонку это состязание потому что имеется весь потенциал перейдя на второй уровень расходовать меньшее количество энергии расходовать меньшее количество материалов и строить в тех местах естественно сейчас мы замахиваемся на те адресные проекты которые возможны к применению на неосваиваемых на сегодняшний день местах участках территориях и соответственно да сейчас уже и городские пассажирские проекты мы ведем переговоры и реализуем но в первую очередь мы приходим туда куда на сегодняшний день не может прийти современная транспортная индустрия но пятый вид транспорта транспортового уровня обязательно уже сможет прийти и собственно это является ответом на самый главный вопрос который многие задают при присоединении к проекту при инвестировании в технологию когда инвестиции отобьются насколько будут весомыми и большими соответственно прибыли и насколько является большим потенциалом развития технологии проекта skyway по всему миру одно я могу сказать точных цифр как макинзи давать естественно мы не можем и не имеем права но потенциал развития будет более мощным чем в пятом технологическом укладе все вместе взятые корпорации и так же как я искренне желал бы быть совладельцем той корпорации которая владеет интернет сегодня наше с вами счастье что мы являемся совладельцами а кто-то раздумывает кто-то присоединяется и очень часто при ответе если вы еще не инвестор либо новичок после услышанной сегодня информации какое решение для себя вы принимаете многие отвечают что либо инвестировать не буду если человек скептически относится это тоже мнение которое нужно уважать и вы видели на ролике по внедрению транспорта городского пассажирского транспорта на территории Австралии одна женщина сказала что для нее более привычно то есть она больше как консерватор понимает и принимает транспорт первого уровня в виде трамвая но есть сравнение тем кому интересно я обязательно сброшу те кто развивает проект в виде адресных проектов сравнение юнибусов с городским пассажирским транспортом гор электротранспорт которые мы делали для одних из администрации городов которые рассматривают применение технологии skyway соответственно сравнение показало что в десятки раз более эффективна наша технология ну и что говорить про использование материалов что говорить про скорость строительства и что говорить про долгостойкость и долговечность нашей технологии и собственно если кто-то сомневается что наша технология будет являться самоокупаемой и будет приносить прибыль даже несмотря на то что на сегодняшний день мы позиционируем технологию skyway со сроком службы путевой структуры сто лет и не будет возможности раз в сезон снимать слой автомобильной дороги снова латать снова пользоваться бюджет но я приведу вам один простой пример skype я приведу вам второй простой пример вайбер и почему допустим вайбер купила японская корпорация на R как называется сейчас точно не помню за 900 миллионов долларов 900 миллионов долларов почти миллиард и собственно это благодаря тому что вайбер как раз таки начал зарабатывать на звонках по аналогу ip-телефонии в другие точки света и другим абонентам которые вайбером не пользуются на этом же зарабатывает skype я сам пользуюсь подпиской замечательная подписка 400 минут в месяц можно расходовать иногда и больше тысячи минут была у меня даже подписка но я ее к сожалению успешно профукал это вообще безлимитные мне как именно стабильному абоненту и что-то мне подсказывает что так же как стоимость проезда так же как стоимость пользования skype сегодня абсолютно нулевая и вы только используя услуги и капитализируете бизнес skype и формируете достаточно серьезную мощную экономическую модель skype но в общем зачете мы пользуемся скайпом бесплатно также дорогие друзья будет возможность перемещаться абсолютно со скоростями 500-600 км в час и далее 1000-1200 км в час это так же будет концепция вакуумной трубы и это уже будет гипер skyway которая значительно превзойдет гиперпетлю и на сегодняшний день я могу сказать что гиперпетля больше является американским шоу и американской такой вот мечтой которую все стремятся но никак не могут достигнуть что они покажут посмотрим но одно я могу сказать что в этом году мы точно все покажем мы точно все продемонстрируем и ждем всех на выставке и на транс будущий skyway захран планету по словацки по венгерски пиджи skyway мэдж мегабойгуд по французски консуи skyway асоф ля планет и по русски строй skyway и спасай планету дорогие друзья мы будем рады если вы будете приглашать максимальное количество людей на наши вебинары и максимальному количеству людей рассказывать о тех новостях которые на сегодняшний день у нас происходит буквально в смысле каждый день в проекте skyway потому что всегда я говорю то ли еще будет а что будет и предположить очень сложно потому что наш проект развивается очень стремительно очень мощно и очень быстро и собственно будет все еще веселее и более прогрессивно дорогие друзья вот собственно я извиняюсь что Сергей Анатольевич не смог включиться я искренне надеюсь что так же был интересным вебинар и без участия Сергея Анатольевича и собственно на следующем вебинаре обязательно мы уже будем проводить вдвоем каждую среду по стабильным ссылкам мы вас ждем на технико-экономических вебинарах на азбуке skyway и будем независимо от погоды независимо от того в какой мы стране находимся двадцатого я буду в Германии Бадзальдзуфлин двадцать седьмого планируется поездка уже после турне Алексея Васильева в город тоже там будет презентация на которой планируется более трехсот людей ну а соответственно потом уже близится Берлин и очень-очень хочется уже переместиться дорогие друзья в то время когда все что мы сейчас с вами финансируем будет продемонстрировано уже в движении потому что жизнь движения это как раз таки относится к технологии Skyway а жить в Skyway будет абсолютно каждый благодарю за внимание дорогие друзья до скорых встреч на технико-экономических вебинарах с вами Суходоев Алексей и даже при отсутствии но душой и всей футурологии всей практики в эпидемии на Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал!